Добрый день, уважаемые телезрители! Вы передневные новости в студии Саулем Бесималиева. В Уральске состоялось открытие семинара-совещания с участием начальников управления департаментов по чрезвычайным ситуациям всех областей Республики Казахстан, а также городов Астаны и Алматы. Семинар-совещание проведено с целью обсуждения проблемных вопросов и вопросов организации работы Единой дежурной диспетчерской службы департаментов по чрезвычайным ситуациям. Марина Горбук подробнее расскажет о ходе совещания. Во время проведения семинара-совещания выступили начальники управления ЕДДС. Они рассказали о текущей работе департаментов чрезвычайной ситуации. В семинар-совещании были задействованы 14 участников областных департаментов ЧАЭС, представители департаментов из Алматы и Астаны, а также представители Центрального аппарата Министерства. Ежедневно по Западно-Казахстанской области сотрудники ЕДДС принимают более 200 вызовов. Одна из главных задач управления Единой дежурной диспетчерской службы – своевременный прием от населения сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Для совершенствования деятельности Министерством ЧАЭС проводится работа по внедрению информационных систем. По нашей Западно-Казахстанской области оперативный журнал в таких случаях, когда звонок поступает в компетенции других государственных органов или служб, есть возможность коммутировать звонки эти, например, на 103, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь или на другие службы. Выступающие в своих докладах рассказали о положении в каждой из областей Казахстана, об имеющихся недочетах в деятельности и о том, какую работу необходимо провести в ближайшее время. Для выявления рейтинга работы сотрудников ДЧС будет проведен конкурс с ежеквартальными промежуточными итогами. Республиканским кризисным центром в текущем году запланированы проверки УДС ДЧС Атыраусской, Актюбинской и Североказахстанской областей, где в обязательном порядке будут проверены исполнения районне выявленных нарушений и замечаний. На сегодняшний день существуют проблемные вопросы и в организационно-штатных структурах. Касается изменения штатной структуры, увеличения линии 112 во всех городах. Если на данном этапе у нас всего две линии было, мы испытали это при паводкой обстановке не только 11-го года, но и каждой весной люди по инерции звонят на 112, спрашивают обстановку по рекам, то есть у нас линии не хватало. Сейчас вышло, так сказать, утверждено, и мы уже установили в дежурной службе уже 4 телефонных линии экстренной службы 112. Для ознакомления с деятельностью центров управления в кризисных ситуациях приграничных областей на 10 июля запланирован выезд в Оренбург, где начальники управления ЕДДС департаментов по чрезвычайным ситуациям городов Астана-Ауматы, Министерство по ЧС Республики, ознакомятся с организацией работы ЦУКСов МЧС России по Оренбургской области. Выезд будет организован с целью обмена опытом и организации взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций трансграничного характера. Марина Горбук, Дорин Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. За первое полугодие удалось добиться снижения показателей аварийности как количества ДТП, так и числа травмированных граждан. За шесть месяцев текущего года на дорогах области зарегистрировано 139 ДТП, в которых погибли 31 человек и ранено 169. По сравнению с 2013 годом статистика ДТП и травмирования граждан значительно уменьшилась. Инспекторы дорожной полиции, чтобы добиться снижения ДТП на дорогах, проводят ряд профилактических мероприятий. Также проводят рейды с целью выявления водителей пиратов, занимающихся незаконными перевозками пассажиров. В последний рейд удалось задержать двоих водителей пиратов. В течение получаса были задержаны два водителя. У одного отсутствовала лицензия на право перевозки пассажиров, на осуществление данной деятельности. У другого водителя газели был в салоне установлен незаконно переоборудован под газ, и газовый баллон был установлен прямо в салоне. То, что является незаконным. Для пассажиров водители пираты очень удобны. Они не задумываются, кто находится за рулем, трезв ли водитель и имеет ли водительское удостоверение. В этой связи каждый раз садясь в пиратское такси, человек подвергает себя опасности. Элементарно даже страховок нет у этих водителей, прохождения технических осмотров нет, и также техсостояние. Если это официальный водитель такси, то они ежедневно проходят, значит, у механика, техсостояние проверяется, состояние водителя на употребление алкогольных напитков и так далее. Все это, как говорится, перевозка по этой линии сотрудники административной полиции ежедневно работают. Водители и пиратов привлекают к административной ответственности. Работа в этом направлении проводится ежедневно, ведь безопасность пассажиров превыше всего. По сравнению с 2013 годом количество ДТП снизилось на 39%, число погибших уменьшилось на 3%, а показатель травмирования граждан снизился на 44%. Олег Великий, Алтамбек Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Специализированный межрайонный суд вынес приговор по делу гражданина Бесенова 87-го года рождения. Напомню, молодой человек обвинялся в убийстве своего многолетнего знакомого. 30 апреля подсудимые потерпевшие отмечали день рождения на даче, после чего продолжили веселье во дворе дома потерпевшего. В результате распития спиртных напитков мелкое безобидное замечание в адрес подсудимого привело к летальному исходу. Бесенов нанес своему знакомому всего один ножевый удар, который оказался настолько серьезным, что сохранить жизнь потерпевшему не удалось. По приговору суда он признан виновным в завершении убийства в отношении к Вангалееву. Есть у квалифицированного по статье 96, части 1. Присупление относится к категории особо тяжких. Назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Части гражданского риска потерпевшей удовлетворены частично на 1 миллион 47 тысяч 7 тенге. Материальный учреб взысканный на 1 миллион тенге в возмещении морального вреда. На путепроводе в районе автопарка жители не могут беспрепятственно пройти по пешеходной зоне моста. Месяц назад наш корреспондент узнавал, как дальше от проблемы у пешеходной дорожки, но по истечению месяца проблема осталась. Подробнее в сюжете Анна Мардвинчева. ЖКХ обещала нам месяц назад, что к концу июня они устранят проблему пешеходной дорожки путепровода, что находится в районе автопарка. Как вы видите, прошел уже месяц. Мы находимся на том же месте, но, к сожалению, никаких изменений не произошло. Предлагаем вашему вниманию интервью, которое месяц назад дал нам главный специалист ЖКХ по этому поводу. Данный вопрос находится на контроле отдела. На данный путепровод был осуществлен комиссионный выезд с представителями эксплуатирующей организации. Также баланс содержатель инженерных сетей. На данный момент участки, где произошло размытие, ограждены для безопасности пешеходов. Данный вопрос рассматривается, и вот эти все размытия будут устранены и восстановлены. Приблизительно в какие сроки? В сроки, в месячный срок. Насыпь все больше и больше разваливается. А коммунальные службы еще так и не взялись за работу. Направлено официальное предприятие, предписание в дорожное институтное предприятие города Уральска, так называемое ДЭП. О принятии мер по восстановлению насыпи, по путепроводу в районе автопарка. И в ближайшее время эти работы, эти размывы будут устранены. В ближайшее время? В ближайшие недели две. А почему за срок, за этот месяц это не было выполнено? Объем очень большой. Также затрудняет вопрос, там проходят подземные коммуникации, кабели, службы, коммунальные службы. Также стоит вопрос, там демонтировать часть плит, тротуарных плит, которые необходимо демонтировать и заново уложить. Под путепроводом находятся железнодорожные пути, поэтому проходить этот участок дороги небезопасно. Тем более, что тротуарной дорожки там нет. Жители уже протоптали обходную дорогу, но люди преклонного возраста и мамы с колясками там не пройдут. Вот эта ямочка уже год вот так лежит. Я постоянно здесь хожу, променад ходим мы туда-сюда. А тут сюда вот яма, год уже здесь. Никто не смотрит даже. Я даже обратился, вот здесь работали работники вот этих. Как их называется? ЖКХ что ли? Они ходили, я им обратился. Когда вы все это сделаете, они говорят, не наши проблемы. Мы надеемся, что на этот раз ЖКХ исполнит свое обещание и здесь восстановит пешеходную зону. Напомним, что на данный момент отделом ЖКХ разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого путепровода. Возможно, в скором времени этот мост обновят полностью. Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин